Игнат Тихонович Так, Игнат Тихонович Оставляйся в интернет, все, не против Слушай, дорогой Так я вот для этого и звоню Вот смотрите Говорят, что 20 век Как никакой век Вообще в истории христианства Дал множество Мучеников за Христа Христианских Ну хорошо А вот К этим мученикам относятся ли Священнослужители Конечно Потому что, ну давайте Есть пророчество Серафима Саровского Вы его постоянно приводите Оно опубликовано в настольной книге Священнослужителя, том 3, страница 601 Можно его зачитать, да? Можно Вот Ну во-первых, Иоанн Златоуст говорил В свое время, 4 век, что большая часть Священников погибает Далее, Серафим Саровский Об архиереях и священниках Земли русской Молил 3 дня и 3 ночи Чтобы Бог помиловал их А грозный ответ Божий гласит Не помилуй их, ибо они будут Учить учениям и заповедям человеческим Сердца же их будут Стоять далеко от меня Господь открыл мне, что будет время Когда архиереи земли русской и прочие духовные лица Уклонятся от сохранения православия Во всей его чистоте И зато гнев Божий поразит их Так вот, Игнатий Тихонович Но это ведь был гнев Божий А не Как сказать Как они за Христа-то пострадали Когда можно вот почитать еще Такое слово Божие Говорит, что Место такое Первое Петра, четвертая глава Он тут наставляет, что Апостол Петр Возлюбленный огненного искушения Для испытания вам посылаемого Не чуждайтесь Как приключение для вас странного Но как вы участвуете в христовых страданиях Радуйтесь Да и в явление славы его Возрадуйтесь и восторжествуете Если злословят вас за имя Христово То вы блаженны Ибо дух славы Дух Божий почивает на вас Теми он хулиться А вами прославляется Только бы Не пострадал кто из вас Как убийца Или как вор Или злодей Или как посягающий на чужое Так вот Не пострадали ли священники Ну и все остальные прочие Не как христиане А именно как Как воры Как убийцы А почему воры? Да потому что торговля в храме И нету десятины Ну и так далее Вот Вот мне мысль какая пришла Игнать Тихонович Да ты вот еще Ты же не Бог У тебя есть вчера и сегодня И завтра А у Бога в одном дне Ты вот отсюда начни рассуждать Они за это взяты Это предсказано им Но далее-то начинается Мужчение как у царя А царя за что канонизировать? Сидел, курил А там он начал осознавать и плакать Монассия Который наполнил кровью Иерусалим От края до края Но вот был взял в плен И там пришел в себя в чувство И сотворил молитву Молитва его стоит Во втором параллельпоминон Покаялся Вот Все что впереди ты сказал Все правда Но дальше-то не сказано Что какие будут изобретенные муки Что с ними будут делать И они во всем раскаялись И Господь принял последний вздох Ну вот если только так Только так По-другому никак Жди по делам Ну то есть Не пощежуешь Не пощежу их И не помилуй Это имеется ввиду О временных страданиях Конечно Это не значит Что навечно Конечно А не помилуй к вечности Вообще нету ничего Это когда человек Захряс и в этом живет А Бог-то их вырвал из этого Там другая обстановка И вот описывают Как они были на Соловках Священники Вчерашние Которые ничего не хотели знать Как они молились Как они плакали Считаешь Отца Арсения книга Это показывает Которые ничего не думали Там и Раскаивались Коммунисты Так что Последний вздох Принадлежит Богу И вот один молится И опять падает в грех Опять молится И тогда ему Дьявол как зарыщит И кричит До каких пор Ты будешь прощать ему Посмотри Он опять Сегодня То-то и то Дьявол-то где-то А Господь Посмотри Где он Он обернулся Дьявол-то Смотрит А он как шел Склонился Последний молитв И все Ты судишь его Который час назад был А я сужу Который сейчас Он принес покаяние Я его принял И в Библии говорится Когда мы считаем Из Икииля Человек всю жизнь Грешил Беззаконничал Но в последние минуты Успел покаяться Просить прощение Справедливо Бог поступил По Божьей да А теперь всю жизнь Делал добро А потом согрешил И в этом погиб И ни одно доброе дело Его не припомнится Справедлив Бог Сразу Нам это не нравится А это одно и то же Да И пророк об этом говорит Прямо и открыто Спомянется ли Хоть одно его доброе дело Нет не вспомянется Потому что он умер С хулой С последними словами Против Бога Так что Опровергать нечего Каба не жили Жили Ну другие Которые до него жили Жили И так в этом и умирали Покаяния нет Умерли Вот к ним относятся А Бог им такое Устроил Вдоминую печь Они там горели буквально Издевались Били Ну отец Арсений Книга Ну да Казни были страшные Читаешь там Свидетельства Да Как там Что творили там С людьми Ну вот допустим Актер выходил И ломался И давай Присчастье Творить А люди их охочут Сидят в зале А он в это время Начал говорить Да Христос истина Они думают Это у него так По программе Спектакль А он обратился Но его казнили А его Теперь жизнь Та была такая Бог наберет это Вот мы говорим Александра Невского Мы его знать не знаем Он всю жизнь воевал Кровь проливал А теперь Когда он заболел Отравленный был Считают Алексей имя принял Вот этого я знаю А того зачем мне знать Вояка Мы Савла не знаем Мы знаем Павла Если когда Но однако Простите Игнать Тихонич Ага Вот когда пришел Епископ К нему пришел Домой Когда он В Дамасске сидел Ну и говорит Брат Савл Прозри Господь ему сказал так Вот теперь он Только прозри Или не прозри И умер сразу И все бы знали Он пришел сюда Ловить Верующих казнить А она не говорит Я видел Как он плакал Я то Да что Тебе верить Конечно верить Я свидетель Я видел Он раскаивался И говорит Господи Я не достоин Называться апостолом Прими меня Как последнего раба И умер Умер И теперь мы знаем Апостола Павла Он мог умереть Первый день И никто бы не знал Что он покаялся И так бы и судили Потому что было Скажут У меня вот документ есть Печать прокурора стоит Ему разрешено Хватать христиан Душить и вести Цепями И говорит Скопать Правильно Все правильно Так он убил Там то сколько Все правильно Но вот этот день Три то дня Вы же не знаете Что там было А там было Полное преображение Рождение свыше И крещение Духом Святым Да То есть Значит это Можно так сказать С точки зрения Вечности И Это был Тогда это благо Великое было Вот эти все Потрясения Да Правильно Конечно Кого люблю Того наказывает Господь Говорит Кого люблю Он оказал Великой Величайшую Любовь Да Александра Невского Так Простите Александра Невского Ссылается На его доблестные Ратные Подвиги И ему Это В заслугу Доставят Игнатий Тихонов Что они делают Что они выбирают Они могут Савва Признавать Он гнал Христиан Настоящий Мужик Вот такому Надо Служить Это они Говорят Но Господь Судит Потому что Он умирал Схему Принял Это они Безможники Попы Неверующие Они его Прославляют За то Что он Каялся И молился И плакал Да Так Иуду Оправдывают Если бы не Иуда Так вообще Бы не было Страданий Христов Никаких Не надо Говорить Иуда Имел Свободные Выборы И он Избрал Самый Плохой Ну Есть Такие Что Его Оправдывают Тоже Ну Есть Такие А зачем Нам их Поблевотина Собирать Хорошо Значит Игнатий Тихонович Нет На свете Такого Греха Который Господь Не простил Самый Мерзкий Самый Глубокий Самый Я не знаю Большой Все Господь Может Простить Правильно Правильно Если Только Он Покается Написано Грех Молитесь Говорит О нем Но Не О всех Евангелист Иоанн Прямо Пишет Почему Грех Любой Смерти В котором Нет Раскаяния А если Он Кается Это Означает Духа Святого Не Похвалил Если Похвалил Духа Святого Раскаяния Ему Не Дается А как Это Похвалил Духа Святого Ну Как Это Выражается В том Что Ненависть К самому Добру Господь Так Говорит Оставлять В субботу Можно Исцелять Или нет Зло Творить Или Добро И они Молчали И с гневом Воздрев На них Скорбя Божественнощение Сердца Их Вот так Они Ненавидят Это Много Согрешает Допустим Даже если Сектант Но он Молится Молится В простоте В смирении И человек Исцелился Ну От Бога Это или не От Бога Да А ему Какая польза Ему Никакой пользы Нет Он Еретик Но Господь Дышит Дух Дышит Где Хочет Так Бывает С рожденным От Духа То есть Господь Больше всего Ненавидит Вот эти Когда Измышляет Человек Своё Человеческое И выдает Это Якобы За Слово Божие Правильно Я понимаю Ну Это Лжепророчество Лжепророки Господь Говорит Вот я На этих Лжепророков Я их Не посылал А они Побежали Я в них Не вкладывал Слова А они Говорили Тут Это Всегда Было Такое Подделка Хорошо Ну Я не знаю Но вот Вы ответили То что Вот Но опять же Вот Если Как Не молиться За того Кто Хулит Духа Святого Так они Они же Неужели А вот Вопрос Такой А не Хула Ли Это Когда Человек Знает Точно С глубинета Души Они знают Священники Там Что Ну Что Нельзя Прелюбодеев Венчать А они Венчают Не Хула Ли Это На Духа Святого Гнать Тихонов Нет Как А как В каком месте Это Хула Ну Как Хула Ну Как Я имею Ввиду Ну Неужели Дух Святой Сойдет На Прелюбодеев Да как Но он Поднимает Руки И говорит Славу И честью Венчай Сходи Благослови Вот этих Прелюбодеев Это же Сейчас Происходит Везде И всюду Это же Феофан Затворник Говорит Священник Простирает Руки Говорит Благословляю Да Венчаются А Бог Говорит Не благословляю Не венчаются Что На небе Будет Утверждено Феофан Затворник Спрашивает Это Мы не знаем Как он умрет Отстранили Или что Он плащет И плащет Мы то этого Не видим Мы видим Согрешающего Но не видим Кающегося И люди Обманутые Стоят И радуются Как будто Их повенчали А они то Прелюбодеют Пред Богом Как это Все Два блудника Говорит Два прелюбодея Это нас Не касается Не касается Так это же сейчас Игнатий Тихович Это сейчас Везде Везде И это просто Океан Вот этого Вот этих Беззаконий В церкви Как к этому Относиться Не везде У нас этого нету И как Ну у вас нет У нас нет этого Не а как назвать Вот это Ну то есть Это не хула Что это такое Тогда Не надо Прилипать туда То что нам Непонятно Это нарушение Канонов Так и ответим Нарушение Канонов Ну это не Ну хорошо Нарушение Канонов Люди То есть Люди думают Что они В законном Браке Они живут И они Умирают Так В этом Состоянии Они даже Не осознают И у них Нету Даже Понятия Что они В прелюбодействии Их обманули Священники Епископы Сказали Что все У вас Законно И они Уходят На тот Свет В таком Состоянии Ну вот Как это А вы Говорите Если так Смотреть Невиновные Они Написано Слепой Слепого Ведет Ты то Зачем За ним Пошел Кто Тебе Мешает Глаза Открыть Возьми У меня Мази Помашь Глаза Твои Дабы Не видна Была Схромота Наготы Твоей Для Для Чего Это Было Сказано Третьей Главе Апокалипсиса А Вот Они Так Он Избрал Этот Путь Он За Это Отмечает А Мог Узнать Да Мог Евангелие Открыто Везде Раздавали А Ему Надо Было Туда Другое Мясо Как будто Что То есть Другой Корм Для Червей Могильных Да Ну ладно Игнатихнич Ты вот Когда Если Прочитаешь Печаль Сатаны Мария Карелия Там Увидишь Как Такая У него Летала Как Оса Какая Это Бывшая Принцесса Египта Как бы Ее Душа Ты Никогда Не Поверишь Что Из-за Него Мужики Умирали А Теперь Там Тлен Смрад Куча Червей У Одного Не У нас А Вообще Знакомый Священник Валя Его Знает Наша И У нее Потерялась Жена Что С ней Было Или Повредили И Нашли Там На четвертый День Что Где-то И Вот Ее Ни Лица Ничего Нет А Просто Кишащая Масса Червей Мухи Наплевали И Все Уже Вывелось И Он Стоит И Думает Что Такое Это Я Это Любил Целовал Понимаешь Ну Монашество Сразу Ну А потом На него Стали Нападать Очень Сильно Старая Брядис И Он Снова Женился Он Имел Поженился И Сам Сложил Это Разрешается Жены Нету Но Главное Что Он Понял Увидел Это Я К этому Прилагался Спал Вместе А Там Ничего Нету И Не На Теле Везде Везде Они Черви Пологом Покрыты Хрустят Едят Не Ну Ладно Это Плотское Как бы Плоть Она Истлела Но В браке А вообще Вы верите Или Вы знаете Есть ли Любовь Такая Человеческая Душевная Как ее Назвать Ну То Есть Ты Любишь Личность Вот Например В Женщине Или У нее Нет Личности У Женщины Ей Вообще Можете Разъяснить Этот Момент Где Живёт Барабаш Тут Жили Карелина Барабаш Игорь Живёт И она Рассказывает Ну Она Там Бабка Я Такой Что Они Поженились И Она Его Очень Любила Ну Старики Староверни Стали разбираться, кто-то кого-то крестился, кто-то кого-то кумовьями, и они признали брак недействительный. И сразу развели их. Кто-то сразу женился где-то, ну, а кто с ней с Парасковья будет говорить? Сказали, вот, выходи за Трифона, она и вышла. Но когда, говорит, никого нет, я вечером выходила, говорит, и все время смотрела, где мой возлюбенный живет. И когда уже прошло много лет, много уже все, эти старики или кто-то там стали заново пересматривать, и увидели, что законы были венчаны. Препятствий не было. А развести, развести. И это отразилось на здоровье ее дочери. А у дочери это, например, внучка, и внучка у меня на квартире жила. И она тоже головой больная, передалось. Вот такое дело. Просто можно же, ну, не плоть любить, а любить-то вот душу человека. Вообще, есть такое? Если, говорит, было только по этой... Все, говорит, начинается идеалом, а заканчивается под одеялом. Ну, то есть, вы не верите в любовь? Я верю в любовь-то, но она не может, эта любовь, бесплотная быть. Не, ну, ну как, ну люди стареют, вот старики, они живут, стареют, ну, а у них любовь так друг к другу остается, вот эта, душевная, они уже не спят там, я не знаю, у них это кончилось все. Ты считай, любовь, которая вот эта плотская, в среднем, примерно, три года продолжается только, не старость. Если ему было 17 лет, а 20 лет, а потом уже смотрит куда-то. В большинстве, в абсолютном большинстве, говорит, невозможно, чтобы одна свечка горела всю жизнь. Это Лев Толстой, крейсер Рассанатия, поясняет. Это невозможно просто. Если бы он жил где-то отдельно, там, Колумб открыл Америку и там взял ту земку какую, а больше никого нету, то он этому рад. Хоть где-то нашел, куда прилепиться. А дети-то начали, что, рождаются метисы, а эти еще на русских выйдут, креолы от них. Ну, вот и пошло это все. Из плоти, плоти. Мы видим плоти, потом видим, соединяем, награждаем ее такими качествами, которых у нее совсем и нет. Она такая добрая, она, а что она добрая? Ну, ты знаешь, тебя накормила теща блинами один раз, сметаной губы на море, и все, уже теперь не... Вот такая-то она, брата, она такая, ну, такая она такая. Вот я тебе скажу, у нас женщины в деревне, возьми, вот у Андрея, Ирина, у Андрея, ни один человек ей плохого слова не скажет. Она везде успевает помочь, как она заботится. Ну, видно. А так проще всего там осудить кого-то. Куда я насудил? Она приехала из Томска, живет в Потеряевке. А другой он не может так, чтобы жена куда-то, и он туда за ней. Ну, то есть, вы встречали, Игнатих, вы встречали семьи, в которых, ну, громко скажем, царствует любовь друг с другом у супругов. Да. Встречали такие семьи? Ну, не платоническая любовь, а настоящая, естественно, физиологическая. Да, я про это и спрашиваю. Они дальше и проще. Я считал про одного священника, он, когда женился, первый раз после брачной ночи у него еще там было, я, говорит, закричал, аллилуйя. Закричал. Ты не знаешь, о ком это говорится. Ну, понятно. Ты по Терябку-то приедешь? По Терябку, когда приедешь? Ну, я, ну, я к окрещению, вот, как, я, наверное, с Вячеславом. Вячеслав будет в Омск проезжать и меня заберет, так, вроде так, договорились. А он куда? А он куда? К вам? А, Вячеслав. Вячеслав. А я тебе хотел сказать, Сутармина-то привези сюда, Валерий. А, Сутармин, он в броневике. Он в броневике, Игнать Тихонович, ну, образно говоря. Это если вы сами с ним поговорите. А он меня не слушает. Он меня не слушает. Он говорит, да, благодарю. Очень я, очень тронут все такое, там, находит слова хорошие сказать. А, ну, я попробую, я вот этот ролик дам ему, потому что мы поговорили, и этот вопрос затронули, который он постоянно муссирует. Пускай приезжает с тобой. Документы возьмешь, чтобы мы проверили его. И здесь поговорим по всем вопросам, по всем до одного. Так вот, хорошо бы Головин приехал, я ему так тот ролик и не показывал, может, ему и никто его не показал, где вы Симонию, просто камня на камне не оставляйте от Симонии. Может, он когда приедет, тогда и поговорите с ним на этот... Мы говорим обязательно, чтобы вопросами задавали. Я шахматов пытаюсь сюда пригласить, но никак. А он не приедет. Он, вы сами говорите, просите в молитве, что пускай он не будет играть в христианство, а он просто играет. Ну, как обычно, он просто нашел нишу. Была ниша, ниша секс-индустрии, хорошо, отошел. Сейчас ниша новая пришла. Христианство, православие. Вот покуражимся, грубо говоря. Все. Игнать Тихонович, ну, чем закончится, я не знаю. Игнать Тихонович, а вот, хорошо, епископ, да будет муж одной жены. Да. До каких пор епископы исполняли это Духа Святого повеление? И когда перекратилось это исполнение? Вы знаете в истории? У меня описано это есть. В книгах надо посмотреть, где я полностью указываю даты и чем это было вызвано, какие были решения соборные. У меня в книгах это все рассмотрено. Ну, в книгах. Ну, в общих словах-то скажите. Ну, примерно, допустим, во втором веке стали уже зазирать уже в третьем веке. Еще епископы встречались женатые. вот Ирины Леонский где пишет. А дальше уже все не было. Монахи все поглотили. И ущут, как жить семейно, не имея семьи. Ну, вот они мы пришли к тому, что они просто одни в авангарде разрушителей семьи, брака, а значит и вообще государство по сути дела. Да, правильно. Уфтганский собор в это время прекратить все. Правило за правилом. Кто принимает решение выйти в монастырь, оставляет родителей, тот под клятвой, то есть поклятие. Кто оставляет жену детей ради благочестия, под клятвую. Вот недавно сотрудник, соратник Валерия Сутермина, Вячеслав, не помню фамилия, он подошел сначала к патриарху. Помогите, помогите владыка там, Кирилл, как он к нему обратился, святейший или мега святейший, помогите. Он такой, хорошо, в двух словах они перекинулись, он говорит, хорошо, обратись к духовнику, по месту жительства. Он обратился к векарию, к одному из первых векариев, митрополит Арсений Истринский, там есть такой. Стали говорить, вот у меня жена в прелюбодействие ушла, стала жить с другим, и все, как, вы как-то посодействуете, отлучите ее от причастия как минимум. Он тоже его отправил. и в разговоре было такого затронуто, он говорит, владыка, вот сейчас говорят, что есть такие справки, которые выдают архиереи, и что в них говорится, что церковный брак теряет свою каноническую силу, по многим причинам. Он такой, и он говорит, а что же нам делать, народ нас просит об этом, народ нас просит, мы принимаем вот такие, понимаете, это вот. Я все это считал, не надо повторять, он сказал, сказал. Слово о монахах, это о монахах, вот монахи, это же монашествующие якобы, и вот они. Вот я тебе скажу, на меня ни мощи, ни монахи никак не влияют, абсолютно. Я молюсь, все этим сказано. делаю как есть, наставляю их, а примут или не примут, вот это уже все, не знаю. Внутренний мой человек, внутренний дух мой, он всегда в одной константе идет, так сказал Господь, так сказал. Я вот еще и все не посмотрел, последняя встреча с митрополитом, еще посмотрю вопросы, а вы затрагивали вот эту тему как раз, что говорили как-то, что прелюбодеев венчают, там, и в браке церковь. А почему? А почему? У меня жена есть, мне достаточно одной. Не, ну, ради паства, ради людей, ради... Мусульмане тут все разошел, а кто ж... Жалко, что не... Слышал, я говорю, все, тебе четыре жены не хватает, к моей еще лезешь. Мне это не надо, я вижу, что беззаконие, я сказал, зачем мне его пытать? Я никакого... А почему вы эту тему не закрыли? Потому что она самая, самая такая, как сказать, опасная. Если при живом мужа выйдет замуж, называется прелюбодейка, все, что буду говорить, язык молотить, времени мне нету. Я и жил, все, через четыре дня, сегодня у нас какое? Седьмое? Восьмое, девятое, десятое, ну, три дня считай. Мой ресурс полностью истрачен. При большей крепости восемьдесят, за восемьдесят уже не указано. А я еще, для чего живу? Я буду там лазить по чужим женам. Зачем мне это надо? Нет, Игнатий, не надо. Вы просто знаете, что эта тема очень, ну, как сказать, она, ну, Иоанну Крестителю голову за нее отрубили, вот за эту тему, и вы ее не поднимаете, потому что она опасная. Она брошена на помойки, поднимает. Зачем ее поднимать, поганить это? Ну, это эпидемия ведь. Эрпия эпидемия этой прелюбодейной ереси. Не в том, что они там принимают. Андрей Курайоп увидел, Игнатий говорит, разве нет, какие ваши союзы, соборы, собираются на кривой кобыле объехать-то? Закон говорит, это все. Андрей Курайоп это увидел, и буду я заниматься этим. Я сошлюсь, только покажу. Вот 36 стих 7 главы, об этом говорит. Приживом выйдет, называется прелюбодейцем. Все. И вы венчаете прелюбодеев. На этом конец. Зачем я буду говорить? Я никого не венчаю. Это и так ясно. Ну, хорошо, Игнатий Тихонович, хорошо. Спаси Христос. Если бы я другому говорил, я ни одного другого не признаю, что они признают, а я ему буду говорить. А что я буду говорить ему-то? Во-первых, я знаю... Ну, Кураев, кстати говоря, тот же Кураев сказал, что вы мне про каноны говорите? Церковь уже давно забыла, эти каноны, и поставила на полочку. Не забыла. Ну, Кураев, слова Кураева, видео есть. Я не Кураева проповедую. Кураев сказал, он отвечает за свои слова, я за свои. В чем я, Кураев, в этом вопросе, когда Библия ясная, говорит, при живом муже выйдет замуж, называется прелюбодейцем. Все на этом. А жене учить не позволяю, не властвовать над мужем, но быть безмолвым. Все вот в этом. Но быть безмолвым. И все. 21 век. Игнать Тихонович, вот смотрите, была повествовая хронология, как бы вот эта хронология, хронология передпотопная, то есть патриархийный уклад такой, что там Авраам родил Исаака, Исаак родил Акова, ну то есть шла родословная по мужской линии, и вот это прям говорит, он родил, муж родил, следующий муж родил, а перед потопом родословная стала уже по женской линии идти там. Вот это как бы говорит о том, что феминизм стал во главном. Нету, ты показать этого не можешь. Стало идти, откуда ты взял-то это? А почему родословная по женской линии пошла? Да нигде, покажи где. Ну надо это перед потопом. Давай, если ты не докажешь, тебе 10 плетей по заднице головы приедешь, и пороть буду. Сейчас ты хотишь. Сразу загнулся. Я просто, это, подождите, это перед потопом у нас бытие, правильно? Да не надо, Юрасов говорит так, перед потопом, Юрасов, Амроси, Ивановский, Архимандрит, и пишет в книге своей, это я в книге его взял, и теперь вопросы эти разбираем. Вот как сейчас закурить, закурить, это значит, огнем сожжено будет. А тогда ходили с кушенщиками, и предлагали всем выпей, выпей, выпей. Это намекало, будет потоп. Ниоткуда он сидит в кабинете и выдумывает это все. Не, ну, Игнать Тихонович, ладно, я найду это место, потом вам процитирую, сейчас не буду времени. Ты ничего не найдешь. где, 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 это, хорошо, но феминизм, сам по себе, вот это, когда женщина уже, или уравнена в правах, или выше, это, как это вы назовете? Я назову так, что уравнена, так и Господь сказал, нет ни мужеского пола, ни женского. Что ты учишь меня? Нет, уравнена в правах, вот, в житейской жизни, в юридических правах, когда она уравнена, это хорошо? Нет, я говорю не об этом, апостол Павел говорит, во Христе нет мужеского пола, ни женского. Это понятно, ну, хорошо, как нет, ну, а, ну, а муж будет господствовать над тобою? Даже перед Богом иерархия должна быть соблюдена. Игнать Тихонович, соблюдай. Не, ну, подождите, или, или ее не обязательно соблюдать? Зачем ты выворачиваешь эти слова? Я говорю, надо, ты говоришь, а может не обязательно, ты еще задираешься на меня. Не, 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 я просто не услышал. Ну, все. Я тебе говорю, написано закон, зачем мне кто как смотрит? А кто меня ставил смотрителем-то? Я не делаю этого, не разрешаю, нигде этого нет. А да ладно, человек больной, пускай посты нарушают, они посты нарушают, все же подряд едят. И а что теперь? Я выпустил материал, книги, об этом говорю, у меня материалы, проповеди на эту тему, и больше я ничего не могу. Каждого хватать теперь с постели стаскивать, или изо рта у него курицу вытаскивать во время поста? Игнатихович, а как вы относитесь, при Ане Грозном была вот эта, как она называется, опричнина, и там буквально каждого стаскивали с постели, и курицу изо рта вынимали, ну, образно говоря. Фильм, Фильм, Серебряный, Князь Серебряный показывает, там как раз играет там эту роль-то, застреливаясь. Можно ли силком в Царствие Божие затащить? Нельзя. Не отвлечь, не затащить нельзя. Добровольный должен. А какой самый, вот вы сказали, что говорите, что миссионерские отделы это зло, почему зло? Потому что им платят за это деньги? Потому что его нет, вот фальш, фальшивка. А они волки, большей счастью, представляются. Потому что певческий отдел, понятно, надо дурями посолить, да, это понятно. Если проповеднический, они, как вступление сделать, какой стих, то есть, а в миссионерском ничего этого нету. Ничего нет. Апостол Павел встал, не знает, куда идти, помолился. Дух не допустил. Он опять вернулся. А что он попустил? Нигде не написано. Второе место и опять нету. Ну ладно, отдохнем, посидим на месте. Еще Дух Святой покажет. И ночью явился македонянин, видели они, Югослав такой черноватый, и сказал, приди к нам, помоги нам. И мы поняли, что Дух Святой зовет нас туда. И они пошли в Югославию. Вот миссионерские отделы, во-первых, они по два должны быть, а во-вторых, в Духе Святом. Они этого не знают. Что там, какой-то Дулевич или кто-то, полушаманский какой-то разбойник. Там страшно вообще. Я заглянул туда. Ну, еще я буду говорить на этом. Игнать Тихонович, а грех это за миссионерство получать деньги? Так, 56 лет я занимаюсь и ни копейки не получил. Что тебе доказывать? Я не понимаю, как бы я получал за то, что проповедую. Даже смешно, невыносимо глупо. Миссионер, но мы даже их, раз они, если только в другие страны, и деньги там как, должны обеспечивать. Ян Златоус сразу им хорошую обувь заказал и чтобы одежда была. Отсылали к кельтам. Кельты были. Но это в Англии. Ну, вот так. Если поехали сейчас, отправляют миссионера на север, а я поехал один там или с женой, я день и ночь должен ходить там проповедовать. А я как должен жить-то? Трудящийся, достоин пропитания. Поэтому мне должен быть оклад какой-то за то, что я это делаю. Это не что-то поддержать мою жизнь. Ну, вот она и есть зарплата, я не могу понять. Или это... Как нельзя без этого? Я поехал, у меня ничего нету. Я все отдал. Я сегодня ночью должен билет брать. Ехать должен. А где денег-то нету? Ну, это община должна собрать? Или кто? Ну, решай. Должна, не должна. А теперь... Как? И люди собираются. Помещение нужно. Да большое. Тут много что сцепляется. И все это денежка. Игнатий, как вы думаете, в ближайшие 10-20 лет, ну, просто вот, Россия останется в таком географическом территориальном положении? Либо она уменьшится, или как раз... Как вы думаете? Или она разъединится там на некоторые округа, там, сибирский, уральский там... Не знаю, никакой роли-то не играет в спасение. Нет, ну, оно не играет, но оно повлияет на... на граждан России как-то. Вот, если это... Повлияет, все труднее. Передвигать все будут. Сейчас я еду в Новосибирскую область и даже не заметил, как пересек. А это в Германию сделали. Едешь в Германию, в Франции, значок стоит и все. Никого нет. Убрали все таможни. Все. Шенгенская зона. И как только мы вышли в Польшу, и все, кончилось. Дальше идем и Румыния, и Греция, и Турция. Это все шенгенская зона. Нигде ничего не надо. Вот как сейчас едем из одного района, Алтайский край, Новосибирск, табличка висит. Точно так там едем. Табличка сразу Нидерланды. Едем дальше Бельгия. Вот такая капуста. Я поездил маленько. Три года ездил. Вокруг земного шара по экватору три раза большие. Ровно три раза. 120 тысяч. А какая вам в Евросоюзе, какая вам страна понравилась? Народ какой понравился? Ну, так вот. Хоть вы и недолго были, но все равно запомнилось. Где-то проезжали проездом, а где-то мы заезжали и обедали. Конечно, там, где мы обедали, это больше запомнилось. А вот где именно, как, что были? Мы были в Португалии. Ну, там, понимаешь, уже, я когда сказал, а вы кто будете? Я говорю, Игнатий Лапкин. Они сразу забегали там. А там, оказывается, отец Геннадий Фаст был. Два года назад, наверное. И он говорил, где он обратился, все, и они все это запомнили. Видишь, как Господь делает. К слову сказать, Регис, вот у кого я в Испании был, я спрашивал, ну, кто из европейцев, кто тебе, ну, какие люди добрые самые, ну, вот по расположению у тебя. Он говорит, португальцы. Вот и я тебе ответил, португальцы. Я даже не думал про этого Региса-то. Нет, но я вспомнил, он мне рассказывал, что... Очень расположенное. Так, больше всего мне не понравилось в Греции. Почему? Ну, наши там, которые живут, те приветливо все сделали. А мы когда были в Салоне, вот, в Фессалонике, послание к Фессалоникийцам, там прям неверующие. И, главное, заходишь, портреты Путина, там, иконы Христа, вот, поговорить не с кем. Ну, мне понравилось, не понравилось. Они какие-то все расхлюстанные такие. Строгости никакой не было. Мне понравилось в Турции. В Турции, когда Стамбул проехали, это Константинополь бывший, а вот там, около Константинополя, меня сильно напугала вот эта автотрасса, друг над другом, там вот такие вот, и доезжай ты скорее, Николай, отсюда. Я тогда глаза закрыл, и вот у меня вот так вот пошло все. Машины, и, главное, они как-то переплетаются на разном уровне там, это, ну, ужасно. Больше я не захотел туда. Понравилось при въезде в Грецию. Никого нету, и стоят, как бы, дома построенные, ну, одноэтажные. Видимо, ездя отдохнуть, и вода горячая, и все есть. Туалеты. А мы там сразу стали готовить, все приготовили. Ну, не понравилось то, что в Греции, как вот в Польше. Проедешь там километра 70, перекрытое, платить деньги. А у нас она на 10 сантиметров выше, платить как за грузовую. Столько денег потеряли там. Батюшка уже дал сигнал, тысячи, тысячи полторы евро дайте ему. На меня. Вот смотрите, вы говорите об Америке, еще хочу спросить. Вы говорите, крепость 80 лет, а митрополит Виталий сколько прожил? Устинов? 90 с чем-то. 93, наверное. 93 года. И он же до конца в разуме, так скажем. В разуме как раз и не было. Как это не было? У Яна Крестьянкина. Тот вообще не знал, куда идет, чего идет, что ответить. Я в 92 году, в митрополит Виталий, ну там два дня назад, например, вместе были, все, ели, пили, молились. И он тогда мне, а ты кто будешь? А день пройдет, он опять меня спрашивает, а ты кто будешь? Ну, не знаю, Игнать Тихонович. Еще знать-то, и вот так понятно. Ему надо было раньше лет в 70 уйти. У него, говорит, это природная была, раньше попадает в это неразумие. Ну, значит, справедливо, его даже буквально насильственным образом в психушку сдавали на обследование. Ну, про психушку я не буду говорить, но надо было установить какой-то срок. Вот у меня знакомый банкир, главный банкир Алтая. 70 лет на покой. Конечно, у нас еще как будто сила есть, но дай молодым дорогу. Так вот. А в Америке что вам понравилось, Игнать Тихонович? Ничего мне там не понравилось. Только в Жорданвильском у нас, они все время, как я только и приехал из Сакраменто. А опять туда понравилось. Я говорю, хороший город, красивый, но не по мне это все. Я не могу вырваться домой скорее охотой. 92-й год. Опять за столом сидим в Синоде, они начинают. На вот это неужели не понравилось? Я говорю, нет. Я говорю, вы такие же, как патриархийные. И все такое нарочничное. Ну, потом проходит время, они меня толкнули в Жорданвильский монастырь. Я приехал, ну и как? Я говорю, понравилось. Я говорю, да. А что понравилось? Я говорю, ночные обдения, молитвы. Все, меня захватило так. Вот там, тем более, собрание сделали. Я выступал с лекцией, заранее опубликовали, наклеили везде. Будущее русской эмиграции в свете Святой Библии. Они, там я вижу, а кто это? Это перевозчики сидят, переводят там на китайский, на корейский, которые слушают меня. Вот так. Мне понравилось. А так не нравится. Вот этот порядок, зализанность такая. У меня крапива растет, она никому не нужна под окном. А там, крышу-то покрыть не дадут, не нанимать за деньги. У нас вольница, у нас все открыто. А меня там это не привлекало нисколько. А на природе там были? На природе? Ну, отдельно где-то, специально нет. Ну, а едешь, там одни леса стоят. Похоже на нашу, природу? Похоже. Вот особенно мы в этой, в Швеции, когда сломалась машина, березы такие же, но таких больших наших не видал. Помоложе видать. Не, а в США, в США. Природа похожа? Там какие-то русские приехали, говорит, тайно что ли, провезли, говорит, три березки они сейчас растут, посадили. Почему не разрешают, не знаю. Ну, я что там смотрел? Ну, видел, говорил, ну, не нравится и все. А мне даже один раз говорит, вот дорога-то туда качнет и никак это. Ну, правда, дороги-то хорошие. И вот на одной есть, я только, купили мне в дороге ехать к чаю или что-то там, разовое пользование бокальщик-то, набили, он как раз, и на какая-то ухаба, у меня прям все. Ну, то у меня расплескалось, а я доволен. Вот теперь и вам, о, хвалили дороги, так как наши такие же. То есть, меня тряхануло, из рук чуть не вылетело. Баночка там или еще. А мне интересно, что вот теперь я вам... Ха-ха-ха. Игнатий, хорошо. А вот Лидия была из Америки, она уже уехала? Нет, она по Теряевке. А-а. Она меня свела с Александром Менем. А какой, ну, чем вам понравился этот священник, Александр Мень? Ну, как сказать? Что в нем хорошего вообще? Что-то есть? Все в нем хорошее. Ну, то, что вот он эволюции верил, не так Бог сотворил, это не нравилось. Но все равно мы как-то опять вместе. Ну, а как все? а чем? что все? Все это значит ничего. Что конкретно, Игнатий, в Александре Мене? Хорошего было? Ты меня так это заставляешь говорить, а еще скажу, то, может, тогда для меня это было не главное. Главное, его доступность. Ну, и много значило, что он говорил, когда, знаешь, что тут у него вся богема, это московская, у него там причащается. И вот он нам уделил внимание, и мы беседовали, все под микрофон, он никогда против не был. Только один раз так за микрофон спрещался, ну, интерьер, говорит, попался, дотошно всего, вот, дознается-то, и засмеялся, отпустился. Давай, еще у тебя еще. Так вот, да вы, а вот этот парень с семьей, он надолго в Потеряевку? Какой? Ну, жена у него, девочка вроде у него. Андрей? Которая борода начинает расти. Да, ну, я не знаю, я не спрашиваю никогда. А? Ну, хорошо. Неудобно, потому что все можете столковать по-другому. Ну, понятно, а он с Барнаула, да, не? Да, здесь. Хорошо. Ну, я не знаю, наверное, все, Игнать Тихонич. Все, до свидания. А, с Богом. Спасибо. Спасибо, Христос, что пришел. Игнать Тихонич. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok